Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно с Марией Султаковой. И сегодня мы приготовим с вами ленивую лазанью. Ее очень просто готовить и очень вкусно есть. Если вы хотите приготовить что-то очень вкусное, но у вас мало времени, я советую приготовить вам ленивую лазанью. Ленивая она потому, что вместо соуса бешамель используется сметана, а вместо специальных слоев теста используется обычный лаваш. Получается очень вкусно, при этом вы экономите большое количество времени. Ингредиенты для нашей ленивой лазанью вы увидите на экране, а также в описании под видео. Ну что, начинаем готовить? А пока я расскажу вам, откуда взялось слово лазанья. Первоначально слово лазанья означало кастрюлю для приготовления пищи. Хотя блюдо, как полагают, возникло в Италии, само слово лазанья происходит от греческого лазана или лосанон, что означает горячие пластины или выставлять на горшок. Слово было позднее заимствовано римлянами, как лазанум, что означает котел для приготовления пищи. Позже итальянцы использовали это слово для наименования блюда, которое в настоящее время известно как лазанья. По другой теории, слово лазанья происходит от греческого лаганон, вид плоской листовой пасты из теста. Пошаговая инструкция приготовления начинки и укладки слоев лазанья видны на экране и под нашим видео. Не забываем заранее включить духовку, чтобы не тратить время на ее разогрев. А пока мы готовим ингредиенты, я расскажу вам историю рецептов лазанья. Древнейшие известные рецепты лазанья описаны в двух найденных в Неаполе кулинарных книгах. Анонима Меридинали, датированный 1238-1239 годами, и Либо де Кокина, около 1304-1314 годов. В последствии это блюдо приобрело известность и стало популярным не только в Италии, но и во всем мире. Первые лазанья готовились в печи, в специальных сковородах, без ручки, куда клали определенное количество слоев тонкого теста, чередуемое с рагу и сыром пармезан. Лигурии в традиционную лазанью вместе с рагу стали добавлять также соусы, например, песто. Переходим к укладке слоев лазаньи, а я напоминаю, что пошаговую инструкцию приготовления вы видите на экране, а также в описании под видео. Современное лазанье готовится из нескольких слоев теста, на каждый из которых кладут начинку и соус бешамель. Для начинки может использоваться мясной фарш, грибы или овощи, а сверху тертый сыр. Для лазаньи итальянцы чаще всего используют такие сорта сыра, как рикотта, моцарелла и пармезан. Последний обязателен только для классической лазаньи баланьезе. Но можно этот сыр заменить другим твердым сыром, поскольку он используется для образования золотистой и хрустящей корочки. Блюдо запекается в духовом шкафу при 220 градусах, после этого температура понижается до 180 градусов и затем блюдо выпекается в течение 30-35 минут. Ставим наше блюдо в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, но всегда ориентируйтесь по своей духовке. Если вы видите, что сыр зарумянился, блюдо можно доставать. Наиболее традиционной начинкой для лазаньи считается начинка на основе рагу с мясным фаршем, залитым соусом бешамель и посыпанным сыром пармезан. Однако в региональных вариантах начинка может быть в частности из помидоров, шпината, прочих овощей, соуса баланьезе, сыров моцарелла или рикотта. Фактически же набор начинок не ограничен. Ну что, наше ленивое лазанье готово! Делитесь своими впечатлениями в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные рецепты. С вами была Мария Султакова. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok